МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы проведем с вами пресс-конференцию, как это у нас всегда традиционно делается. По результатам работы за 2016 год мы буквально вчера на коллегии подвели итоги, поставили задачи перед прокурорским корпусом на 2017 год. И поэтому, как бы, я не знаю, вот основные цифры, которые по нашей работе, у нас отчет-то он огромный, большой, вот, все, что мы наработали, вот, все здесь. В минувшем году прокуроры области выявили 18,5 тысяч нарушений, почти 5 тысяч лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 128 уголовных дел. С такой статистики начал расширенное заседание коллегии прокурор области Олег Черныш. В своем докладе он обозначил основные сферы и направления, по которым работают сотрудники, выявляя нарушения прав и свобод граждан. Среди таковых, например, распространенные в последнее время задержки зарплаты. В результате принятых органами прокуратуры мер удалось ликвидировать задолженность по зарплате в размере 62 миллионов рублей. Какова ситуация с выплатой заработной платы в регионе, какие предприятия чаще всего и в наибольших объемах задерживают деньги сотрудникам. Ну, я уже вам говорил неоднократно на эту тему мы с вами общались, что вопросы заработной платы у нас на ежедневном контроле. Мы в постоянном режиме онлайн занимаемся предприятиями-должниками, которые имеют задолженность по заработной плате. К сожалению, вы знаете, что у нас статистическое наблюдение осуществляется за теми предприятиями, где стоят более работников. В связи с этим у нас в официальной статистике находятся два предприятия. Это Речной порт Рязанский и Сосновый бор, дом отдыха, или что он там, как он правильно называется. Общая задолженность у них там составляет чуть больше 12 миллионов рублей. Порт находится в стадии банкротства, и он не поднадзорен нам, поскольку у нас транспортная прокуратура, это самостоятельное подразделение, и Рязанский транспортный прокурор подчиняется московскому межрегиональному на правах районного. Но вместе с тем мы как бы не отталкиваем от себя, все равно эту ситуацию отслеживаем. Но там нет проблем, там вся вот эта задолженность, 800 тысяч, она перед бывшими руководителями этого предприятия. Они практически его довели до банкротства. Себе любимым почему-то начислили такую зарплату, но не выплатили. Прокуратура неустанно осуществляет надзор за соблюдением интересов несовершеннолетних и молодежи, пресекает нарушения в сфере образования, здравоохранения, жилищных и других прав. В своей актуальности не теряют вопросы соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Естественно, когда к нам поступают жалобы, вопросы ЖКХ, они тоже у нас на постоянном контроле. Вот знаете, мы вчера на нашей коллегии подводили, когда итоги, и вот уже в обсуждении, во второй части говорили о том, у нас существует такое, знаете, выражение, вот этот надзор у нас является приоритетным. А когда вот начинаем взвешивать все за и против, невозможно сделать, что вот какой-то надзор приоритетный, а какой-то нет. Вот зарплата приоритет, а ЖКХ бросили. А здесь люди, здесь такие же проблемы и многое-много другое. А больницы те же, да, социалка и многие-многие другие вопросы. Бюджет. Все вопросы, они важны, ну какими-то мы занимаемся периодически, а какие-то на постоянной основе. Поэтому вопросы ЖКХ, они тоже у нас фактически круглый год в поле зрения. Почему? Летом мы занимаемся тем, что проверяем все организации, которые занимаются подготовкой к зиме, к отопительному сезону, капитальный ремонт и так далее. Зимой по тем вопросам, которые вылазят в связи с тем, что там прорвало, там лопнуло, там еще чего-нибудь. Или вот такие вот вопросы, как некачественная работа управляющих компаний. К сожалению, бич в стране по этому поводу. Сейчас на правительственном уровне там какие-то принимаются меры к тому, чтобы упорядочить эту работу и застраховать ее. Ну, пока вот как бы законодательно все не оформлено. Вместе с тем, вот я здесь не вижу большой проблемы, если граждане будут использовать свое право по решению этих вопросов. Ведь управляющая компания – это наемные работники, которых мы с вами, как жильцы, нанимаем, чтобы они нас обслуживали. И мы им за это платим деньги. Почему они нам с вами диктуют свои условия, как им жить и как им работать? Это наше право за ними смотреть, давать им указания и требовать их исполнения. Если они не исполняют, что делают на работе работодатель с нейродивыми работниками? Увольняют их. Вот и здесь надо гражданам использовать это свое право. Собрали собрание, переизбрали управляющую компанию, взяли та, которая нормально работает. Либо другой способ есть – управление ТСЖ, товарищество собственников жилья. Кто не дает? Сами себе решайте свои проблемы. Как вы посчитаете нужным? Когда вам хотите ремонт делайте, хотите красть, хотите белите, хотите цветы там сажать. В любом вопросе сами собственники, никто не хочет этим вопросом заниматься. Мало того, вот сейчас возникает вопрос, в том числе и вот по этой роще. Вопрос возник, мы тоже там проводим проверку. Пока никто не решает из собственников, что они будут делать с управляющей компанией. Мы, естественно, поставили в известность городскую администрацию, чтобы они принимали меры. По закону, если в течение года граждане не примут решение о способе управления, тогда органы местного самоуправления, то есть городская власть, примут решение о назначении туда управляющей компанией. К сожалению, у нас сегодня многие управляющие компании оказались в таких вот ситуациях. Как часто бороться приходится за то, чтобы всего лишь жить в комфортных условиях? Война с нечищенными дворами давно стала привычной для горожан. И здесь прокурор области посоветовал проявить побольше активности. Как заставить управляющую компанию убирать дворовую территорию, чем может помочь прокуратура? Ну, вы знаете, вот то, с чего я уже говорил по предыдущему вопросу. Как только снег или сосульки, это у нас сразу работа начинается. Мы тут же предъявляем иски к управляющим компаниям, к администрациям муниципальных образований о наведении порядка в этом вопросе. В том числе и по очистке дворовых территорий, значит, тротуаров пешеходных, значит, проезжей части, потому что автомобильный транспорт тоже, понимаете, коллапс возникает, каким образом делится. Мы этим вопросом тоже занимаемся. В том числе, опять же, если это управляющая компания, дворовую территорию, конечно же, управляющая компания. У них контракт, и у всех прописано, есть это в правилах написано, что они обязаны убирать территорию. Если они не выполняют, почему граждане не реагируют по этому поводу? Они могут составлять акты, что не убиралось, не платить им деньги за то, что по договору у них заключено. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность в Кодексе об административных правонарушениях Лизанской области. Он действует. Пожалуйста, пусть обращаются в органы местного самоуправления. Там есть специально обученные люди, которые составят протокол по этому поводу, на управляющую компанию привлекут ее к административной ответственности. Пристальное внимание органов прокуратуры уделяется вопросам неукоснительного исполнения органами государственного контроля при осуществлении внеплановых проверок среднего и малого бизнеса и предпринимательства. Ключевыми в минувшем году оказались вопросы исполнения законодательства в сфере использования и охраны лесов и водных объектов. Каковы результаты проверки полигона в районе Турлатова города Рязани? Есть ли механизм по ее закрытию? Ну, как вы знаете, проблема на это существует не в сегодняшний день. И не так она бы возникла не спонтанно. Вообще там запрещена свалка каких-либо отходов поиском нашим прокурорским, в том числе и прокуратурой области. Еще в период с 2011 по 2015 год судами принимались решения о запрете собственнику объектов недвижимости, промплощадки и их пользователям, зарегистрированным в других субъектах Российской Федерации, использовать данные объекты для размещения отходов. В результате принятых мер в указанный период удалось приостановить незаконную деятельность по размещению там отходов на этой площадке. Но, к сожалению, в конце 2016 года вот эту незаконную свою деятельность они опять возобновили. Сейчас проводится проверка и нами прокуратурой области, и природоохранная прокуратура подключилась, и практически все правоохранительные органы задействованы в этом вопросе. По результатам этой проверки, конечно же, будут приняты все меры реагирования, в том числе в плоти, если будут основания до возбуждения уголовных дел по этому поводу. Поэтому пока занимаемся, назначены и проводятся исследования, экспертизы и так далее по поводу тех отходов, которые там были размещены в конце года. По результатам мы обязательно уведомим общественность и прессу в том числе. В постоянном поле зрения прокуроров, как и прежде, остаются вопросы надзора за исполнением законодательства в области противодействия коррупции. Не снижалась роль прокуроров в гражданском, арбитражном и уголовном процессах, как защитников прав и свобод граждан. При этом невидимая первоначально, но очень важная работа прокуратуры гарант того, что права и свободы, провозглашенные Конституцией Российской Федерации, будут соблюдены, а в случае их нарушения восстановлены. Итоговая коллегия состоялась и в управлении регионального следственного комитета, где с докладами выступили ведущие следователи области. В прошлом году по уголовным делам следователей нашего управления ущерб по отрасли уступлений составил более 120 миллионов рублей. Возмещено в ходе расследования 112 миллионов рублей или 92,8 процентов. Это тоже неплохой показатель. Кроме того, в целях обеспечения и возмещения ущерба, причиненного преступлениями, следователям наложено арест на имущество обвиняемых, а также на имущество, добытое преступным путем, на сумму 17 миллионов 306 тысяч рублей. Следователям во всех случаях принимаются меры к установлению обстоятельств, пособствующих совершению преступления. В этой связи в прошлом году в адрес руководителей различных утверждений и организаций по 680 уголовным делам внесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. По итогам рассмотрения требований всех представлений удовлетворено предстоит дополнительные меры к устранению отмеченных в представлениях следователей недостатков и нарушений. Кроме того, на основании представлений следователей 75 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Преступления в отношении несовершеннолетних и преступления, совершенные несовершеннолетними. Отдельное направление работы для следователей. Следователями окончено расследование с направлением суд 61 уголовное дело в отношении 67 несовершеннолетних. На особом контроле расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. В прошлом году в процессе производства следователей находилось 144 дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. По расследованию уголовных делам 89 несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступных посягателей. Совершено расследование по 71 делу в указанной категории, из которых 57 уголовных дел с подтвержденным объявленным заключением на правильный суд для оказываемых существовало. Одной из самых сложных и важных сфер деятельности Следственного управления Следственного комитета России была и остается борьба с коррупцией. Следственному управлению уделяется постоянное внимание в борьбе с коррупцией. В результате принятых мер в прошедшем году успешно реализована информация о нарушениях закона, допускаемых при выделении бюджетных субсидий сельхозпроизводительным, при реализации разрешительных и контрольных функций должностными лицами генерации города Рязани в отношении строительных организаций города. Особое внимание генерал уделил работе отдела процессуального контроля. В прошлом году в отделе процессуального контроля изучено 697 уголовных дел различной категории. 1505 материалов для следственных проверок сообщений преступления. При этом изучение материалов, проверок и обсуждения хода расследования уголовных дел осуществляется на ранних стадиях до принятия процессуальных решений в целях недопущения решений в деятельности территориальных следственных органов. В результате изучения истинные указания даны по 98 уголовным делам и по 131 материалу проверки. На этом у меня все. Берегите себя. С вами была программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова. Редактор субтитров А.Семкин